Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций утвердило план перехода россиян на цифровое телевидение. Отключение аналога и полная замена на цифру в стране идет по определенному графику. Для жителей Нижегородской области обозначена дата 3 июня 2019 года. Однако это не распространится на операторов кабельного телевидения. Наши жители, наши абоненты, в частности, будут получать как аналоговое вещание, так и цифровое. Поэтому наших абонентов, в принципе, это никаким образом не коснется. Абонентам предлагается на выбор два пакета телеканалов. В первый стандартный входят аналоговые каналы и общедоступные цифровые. Во второй все цифровые, а также каналы высокой четкости, которые вещают в HD-формате. Для того, чтобы пользоваться тем или иным пакетом, следует заранее изучить характеристики своего телевизора. Есть телевизоры, которые поддерживают определенный формат вещания. Есть телевизоры, которые формат вещания не поддерживают. Я сейчас поговорю про цифровой формат вещания. При цифровом вещании по одной частоте можно одновременно передавать целый пакет каналов – мультиплекс. Цифровой сигнал не боится помех в эфире, позволяет подключать различные дополнительные сервисы для зрителей. Если у пользователя современный телевизор, который поддерживает нужные стандарты формат видео, для перехода на цифровое телевидение ничего дополнительно покупать не надо. Еще один вариант – стать абонентом кабельного телевидения. Если телевизор старый, купленный лет 10 назад и более, если есть желание смотреть цифровые каналы, человек может к нам обратиться, и мы подключим цифровой пакет, стоящий из 70 телеканалов. Приставку эту дадим совершенно бесплатно. Отключение аналогового вещания никак не отразится на зрителях нашего телеканала. Канал 16 вещает в сетях всех кабельных операторов города. Дарья Цапорыгина, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.